Привет, ребята, опять! Меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И так как сегодня я в роли дочери Михаила Боярского, я вас научу играть песню Алены Шевец «Одиночество на вкус». Самое забавное, пока я делала раздатку для этой песни, я поняла, что она звучит-то прям оригинально. Так так получилось, сейчас я вас научу играть, но для начала беру укулеле в руки и погнали это делать. Одиночество на вкус, это плесень с кушкой чая, я тебя еще дождусь, я ее не выливаю муху. Разбор на укулеле. И для начала давайте мы начнем этот разбор с аккордов, потому что аккорды это база. Это базы. Бейст. Первый аккорд, аккорд АМ, зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу. Далее у нас с вами идет аккорд G, зажимаем первую и третью струну на втором ладу, а вторую струну на третьем. Следующий аккорд, аккорд ДМ, зажимаем вторую струну на первом ладу, а третью и четвертую струну на втором. Далее у нас идет с вами аккорд ФА, и в принципе это простой аккорд с аккорда ДМ. То есть, если мы с вами уберем третью струну со второго лада, получается как раз аккорд Фа. Ну и последний аккорд, аккорд Е7. Зажимаем с вами четвертую струну на первом ладу и третью и первую струну на втором. Такой вот неуверенный аккорд. Давайте соберем, что получается. А, Э, М, Джи, Д, Э, Фа и Е7. Я могу вас поздравить, на протяжении всей песни этот порядок аккордов сохраняется. Касаемо тональности песни, если вам в принципе комфортно петь так, то есть, одиночество на вкус, это песня кружки и чая. Сейчас мы правую руку попозже разберем. Если комфортно так, оставляйте так. Если хотите прям звучать как оригинал-оригинальный, ставьте Кападастр на второй лад. Как это работает? То есть, теперь у нас идет счет от Кападастра, соответственно, первый, второй, третий, четвертый лад и так далее. И теперь наши аккорды звучат выше. Получается следующее. Одиночество на вкус, это песня кружки и чая. То есть, повыше. Поэтому смотрите или так, или без Кападастра. Друзья, у меня для вас радостная новость, кто до сих пор не слышал и не знал. Я выпустила свою авторскую подписную укулельку. Хотя это не просто укулеле, это акулеле. Потому что ты типа акулка. О, think about this. На эту укулелечку вы можете посмотреть у меня на канале анбоксинг и обзор. Но для тех, кто заинтересовался, где же приобрести такую укулелечку, я оставила вам все ссылки в описании, поэтому можете заходить и чекать. Ну а мы погнали дальше смотреть видос. Далее давайте посмотрим правую руку и какое волшебство мы здесь делаем. В принципе, для начала я покажу вам оригинальный формат аккомпанемента. Для кого будет сложно, чуть позже покажу простый вариант боя. Давайте для начала, чтобы прочитать вот эту кракозябру, я дам вам пояснительную записку, что значит каждая буковка. Первая буковка B, это означает бас. В нашем случае мы будем играть четвертую струну. Я бы могла написать цифру 4, но как-то не так красиво выглядит, поэтому буковка B это четвертая струна. Далее Щ-Щипок. Мы в нашем случае будем играть щипок 3, 2 и 1 струны. Вот таким вот образом. Получается, уже первые две буковки можно расшифровать бас четвертую струна и щипок. И последняя буковка H, это обычное глушение. Просто взяли и приглушили обычное глушение, но так как мы делаем с вами щипок, из вот этого щипка делать глушение не очень удобно, потому что темп еще тем более быстрый. Мы сделаем следующее глушение. То есть мы сделали щипок и как бы ударили, вернули пальчики обратно на струны. Это как мы играем у начала грифа, на вот это вот накладки грифовые. То есть бамс и получилось хорошенькое такое глушение. То есть получается первые три буквы можно сыграть так. Бас, щипок, глушение. И все, новых букв нет новых. Поэтому нам нужно сейчас в медленном темпе сыграть этот рисунок. Вижу, что сложно, страшно, непонятно, поэтому давайте сначала я вам его сыграю в медленном темпе и скажу, как можно его упростить в записи. У нас сам по себе аккомпанемент такой. Еще раз. Старайтесь, когда вы играете щипок, играть струнки одновременно, то есть какую-то сильно не выстреливать, чтобы это все гармонично звучало. Теперь вариант, как все это в записи попроще сделать. Первые три, три позиции, четыре позиции, сейчас вам покажу. Первые три буковки остаются такими же, то есть бас, щипок, глушение. А дальше, а дальше, где играем щипок, щипок, глушение, щипок, мы с вами играем три раза подряд. Смотрите еще раз, что я имею в виду. То есть я играю в начало. Раз, два, три. Очень удобно, еще раз, смотрите. Раз, два, три. Вот, и у вас получился целостный рисунок, который мы сейчас с вами разбирали. По сути, мы с вами будем играть этот рисунок один раз на один аккорд, кроме аккорда фа и е7. До фа и е7 мы чуть позже дойдем, пока соберем с первыми аккордами, то есть а, м, джи и д, м. Получается... Давайте еще раз чуть медленнее. Дальше на аккорды фа и е7 по факту мы играем ту же самую форму, просто она укороченная. То есть начало такое же бас, щипок, глушение. И мы с вами не будем на игры два и три, сыграем только раз. Вот этот щипок, щипок, глушение, щипок. То есть что я имею в виду? Раз. То есть это будет играться один раз на один аккорд. Начало вот эта штука. Раз. Аккорд е7. Раз. В принципе, я вам сейчас все подписала, написала, я думаю, там более-менее понятно, именно схематично. Давайте еще раз на аккорд фа, вот эта штука. Е7. Давайте еще раз фа. Е7. Также обратите внимание, когда вы играете щипок, сильно руку куда-то выстреливать не надо, то есть аккуратненько щипнули, но ни в коем случае не отводите руку в сторону, потому что вы не успеете обратно ее поставить. Давайте в медленном темпе соберем все эти аккорды со всеми этими щипками, чтобы вы понимали, что вас ждет. Раз. Понимаю, кто до этого никогда так не играл, ну, это немножко тяжеловато, может, трудновато выглядеть. Терпение тру-те перед труд, посидите отдельно, поиграйте этот бой, уловите ритмику, а еще раз перемотайте момент, где я вам показываю это все, и тогда у вас все получится. В принципе, если понять логику, тут не так все сложно. Или можете вместе играть под оригинал. Я когда подбирала вот этот рисунок, я сверялась с оригиналом и поняла, что они идентичны. Они же все одинаковые, Наташ. Чуть быстрее весь аккомпанемент с аккордами. На самом деле мне так нравится именно этот аккомпанемент, потому что когда ты ставишь глушение, когда щипаешь, дополнительные призвуки, которые придают шарм, вообще потрясающе. Если так получилось, что вот вы сидите уже битый час, пытаетесь это все сыграть, но не получаются у вас, но песня вам так нравится, что все-таки хотите ее сыграть, то вы можете взять любой простой бой, который вы знаете. Например, вот шестерку если брать, шестерка по-другому это вниз, вниз, сверху, вверх, вниз, сверху. Еще раз. В принципе, с ней тоже песня будет звучать. На основные аккорды мы играем два раза, на один аккорд этот бой, на аккорды фа и семь по одному разу. С боем будет звучать следующее. И так с любым боем. Если вот вы берете пятерку, также на основные аккорды до фа, на два раза играете, на фа и семь один раз. Смотрите по своим умениям, возможностям и играйте, каким способом вам понравилось. Давайте попробуем собирать все со словами. В принципе, песни куплетной формы, носительно куплетной, то есть припева ярко выраженного тут нет. И поэтому я вам покажу на первых четырех строчках, а дальше уже сразу все соберем, чтобы время не тянуть ваши драгоценные. Давайте в медленном темпе первые четыре строчки с оригинальным аккомпанементом. Одиночество на вкус, это плесень у кружки и чая. И так далее. Там еще будут у нее повторения просто слова «Одиночество на вкус», «Одиночество на вкус». Она, видимо, когда писала эту песню, вдохновилась славой. «Одиночество, сволочь!» Понятцы в колдфаге. Что там будет? Просто там на какие-то моменты есть аккорды, где-то аккорд звучит как вступление или проигрыш, короче, как вам удобно. Смотрите, что я имею в виду. То есть она поет там «Одиночество на вкус». Ничего не сокращаем, так же. Играем аккомпанемент. А вот «Ж» у нас в пустоту играется. «Одиночество на вкус». «Фа и семь» тоже в пустоту. Давайте еще раз этот момент. То есть «Одиночество на вкус». «Одиночество на вкус». И в принципе на этом и строится вся песня. То есть у нее очень много там каких-то повторов, вот этих распелов. И вуаля. Давайте попробуем то же самое. И с боем сыграть, чтобы вы почувствовали разницу, как вам все-таки нравится, чтобы это звучало песня. «Одиночество на вкус». «Это плесень кошки и чаян. Я еще тебя дождусь. Я ее не выливаю». «Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля». И так далее. Дальше пойдет у нас кусочек вот этот. «Одиночество на вкус». «Одиночество на вкус». И пойдет дальше строчка. Вот. Ощутили разницу, как звучит оригинальный и более простой вариант? Давайте теперь мы с вами соберем всю эту песню от начала до конца. Но в этот раз я решила вам показать не простой показ, а прям вот максимально приближенный к оригиналу. В этом мне помогут следующие штуки. У меня есть вот такой вот ножной тамбурин, когда я покупала на Алике до всех кракозябр в мире. Эта штука. Я сейчас ее надену на ногу и буду вам отстукивать ритм. И также у меня есть вот такая шокотака на палец. Ее мы надеваем на средний палец, например. И она будет у нас делать звук песка, когда я ударяю что-то вниз. То есть звучит максимально круто. Послушайте. И так далее. Вот понимаете, прикольненько. Давайте сейчас соберемся и сыграем от начала до конца эту песню. Одиночество на вкус Это плесень кружки чая Я тебя еще дождусь Я ее не выливаю Одиночество на вид Это полки магазина Что продуктами забит Но моя пуста корзина Одиночество на вкус Одиночество на вкус Одиночество на слух Как фальшивая гитара Простоявшая в углу Я на ней играть не стала Одиночество духи Аромат вонзится скулы Миллилитра из тоски Что уже не существует Одиночество на вкус Одиночество на вкус Одиночество на вкус Одиночество на вкус Это плесень кружки чая Не вернешься, ну и пусть Чайник я не выключаю Одиночество на вкус Одиночество на вкус Одиночество на вкус Я думаю за такое исполнение Уже можно отдельно поставить лайк Но во всяком случае Если у вас остались какие-то вопросы Или какой-то момент вам был непонятен Почекайте по там коду Я там все подписала-расписала Или напишите в комментариях Я постараюсь на все ответить Но если тебе понравился данный разбор То дай мне об этом знать своим лайком Также пиши в комментариях Что разобрать в следующий раз Может быть какую-то песню Мелодию А может быть музыкальную тему Кто знает Ну а также напоминаю Что на канале есть целый плейлист С разборами на Швец Помимо этого плейлиста Еще куча всего интересного Музыкального Теоретического В общем Заходите, смотрите И учитесь Ну и конечно Я хочу поблагодарить всех ребят Которые поддержат меня сейчас Финансово на Бусте Вот они Заменами получают Клевные ништяки Весь раздаточный материал Мое почтение И вообще у нас там Крутая атмосфера Так что можете зайти Посмотреть И даже подписаться Но меня по-прежнему зовут Дарья Скоро увидимся Пока Бима, давай мне не надо мешать Пока Ай У нас тут кошачья драка Стоп Субтитры сделал DimaTorzok